Гуляли, гуляли и прогуляли. Заяц сказал друзьям своим, пора к нам расходиться, вечер наступает, скоро темнеет, а мы до норки и до дома не доберемся, поэтому сейчас надо расходиться уже, а то завтра мы не сможем бегать и прыгать по лесам. Все друзья согласились, и они обратно пошли на поляну, но Зайчик вдруг, когда сказал эти слова, вдруг и произошло чудо, Зайчик забыл дорогу в свою норку, и попросил лесу отвезти. Потом леса забыла дорогу, леса попросила волка довезти, волк их доверил до норки и до дома. Ну, так и волк. Волк тоже забыл дорогу к своей норе, попросил ежа помочь, еж довел его до норки. А кто ежа-то доведет, не знает никто. Ну, потом Заяц, когда наступил уже потом день, после ночи, Заяц решил отправиться домой. И пошел на станцию, где отправляли космические ракеты. Он тоже захотел полететь на ней, вот и пошел на станцию. Его отправили обратно в лес, он встретил там своих прежних друзей, и они решили опраздновать это, что их друг опять вернулся. У них устроился огромный праздник, но потом наступил вечер, к сожалению. Но все друзья не сдавались. Целые дни, целую ночь праздновали, что Заяц вернулся. Но так и устали. И целый год лежали в кровати, не просыпаясь. Потому что они целый месяц, то есть целую зиму, отпразднули и ночью, и днем, и вечером, и утром. У них не было остановки. Они все подбрасывали Заяца, который наконец-то вернулся. И говорили, ура, она вдруг вернулась. Как же это здорово. А сказка тем закончилась, тем, что все друзья, и даже Ёж злой, решил стать добрым. И теперь все друзья вместе проводили время. Вот на чем остановилась и закончилась наша добрая сказка. А кто слушал, молодец. А кто не слушал, не молодец.